МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в пятницу созвал экстренное совещание своего правительства. Причина – договоренности, которых все же удалось достичь международной шестерки и Ирану. Результат восьмидневного переговорного марафона приветствовало большинство стран, чего не скажешь об Израиле. Так о чем договорились и чем так недоволен Тель-Авив? Разбирался Александр Прокопенко. Иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в аэропорту Тегерана встречали как героя. Десятки молодых людей пришли поддержать политика. Для них отмена международных санкций, из-за которых экономика страны находится в бедственном положении – новая надежда на будущее. Я пришла поприветствовать сюда господина Зарифа, сказать ему спасибо за ту тяжелую работу, которую он проделал, за помощь. Он попытался сделать все, чтобы возместить нам те 10 лет жизни, которые мы потеряли из-за западных санкций. Переговорный марафон по ядерной программе Ирана в Лазанне длился целых 8 дней. Впервые за 12 лет Иран и шестерка посредников – это постоянные члены Совбез ООН плюс Германия – сумели согласовать ключевые вопросы рамочного договора. Итак, соглашение рассчитано на 10 лет. Иран готов сократить количество центрифуг для обогащения урана – с нынешних 19 до 6 тысяч. Тегеран и страны-шестерки также договорились, что установки, которые должны быть оставлены, будут находиться под наблюдением мирового сообщества в том случае, если к 30 июня будет подписано всеобъемлющее соглашение по иранской атомной программе. В этом случае Тегеран также обеднит, уничтожит или отправит на хранение за границу большинство своих запасов обогащенного урана. Не исключено, что это будет Россия. Как сообщается, отменять штрафные меры страны Запада будут параллельно с выполнением Ираном всех пунктов соглашения. Президент США Барак Обама назвал договоренности по иранской ядерной программе историческими и сравнил их с прошлыми соглашениями между США и СССР. Однако есть и недовольные. Израиль возмущен новостями из Швейцарии. Премьер-министр Бениамин Нетаньяхо уже заявил, что условия соглашения проложат путь Тегерану к созданию ядерного оружия. Закопоставленные чиновники в Иерусалиме даже не исключили возможности ударов с воздуха по иранским атомным объектам. Данные второго бортового самописца аэробуса Джоман Винкс подтверждают, что второй пилот Андреас Лубец, направивший 24 марта самолет на горы, действовал умышленно. Более того, как сообщили сегодня французские следователи, при снижении Лубец увеличил скорость лайнера. Вместе с пилотом, который таким образом решил, по-видимому, свести счеты с жизнью, погибли еще 149 человек, летевшие рейсом Барселона-Дюссельдорф. Данные второго черного ящика должны были внести ясность и подтвердить или опровергнуть предположения следователей о вине Андреаса Лубеца. Именно поэтому спасатели искали бортовой самописец. Спустя девять дней после крушения самолета Джоман Винкс поиски увенчались успехом. Я не была уверена, что это был черный ящик. Я сомневалась и не думала, что действительно нашла его. Думала, его невозможно найти среди всех этих обломков. Когда начальник поисковой операции подошел и сказал, что да, это черный ящик, все вздохнули с облегчением, все, кто работает здесь. Второй бортовой самописец важен для следствия. Именно он позволяет прояснить картину трагедии. Черный ящик регистрирует технические данные полета, действия экипажа и работу бортового оборудования. В тот же день, когда был найден второй черный ящик, прокуратура Дюссельдорфа сообщила результаты анализа планшета Андреаса Лубеца. Пользователь искал в интернете методы лечения от психических заболеваний. Кроме того, он изучал способы самоубийства. Как минимум в один из дней незадолго до катастрофы он знакомился с устройством дверей в кабину пилотов и с системами безопасности этих дверей. Между тем, эксперты выделили образцы ДНК всех 150 жертв катастрофы. Теперь их необходимо сравнить с образцами ДНК родственников погибших. Работы начнутся на следующей неделе. Хотя все улики указывают на вину Андреаса Лубеца, следствие продолжается и официальное обвинение не предъявлено. В Германии в связи с катастрофой разгорелась дискуссия об ослаблении правила врачебной тайны. По данным немецких СМИ, второй пилот наблюдался у нескольких психиатров. 5 апреля в Карловы Вары в последний раз прилетит самолет российского аэрофлота из Москвы. Из-за падения спроса на международные перевозки после 9 лет бесперебойной работы на этом направлении, авиакомпания решила от него отказаться. Нет в летнем расписании аэрофлота и рейсов в Дубровник, Краков, Пуантукану и Торонто. Поток туристов из России в Европу сокращается. Только в Карловы Вары в прошлом году российских туристов приехало на 10-20% меньше, чем в докризисные времена. Новый аэропорт в Карловых Варах. Еще недавно здесь было море туристов. Но в последнее время терминал пустует. Большинство пассажиров прилетали сюда из России. Однако за последний год многие рейсы были отменены, рассказывает управляющий аэропортом. Если до российско-украинского конфликта в Карловы Вары прилетало порядка 120 тысяч россиян, то в этом году пассажиропоток из России едва ли достигнет 80 тысяч. Многие люди не прилетают сюда по причинам, которые, увы, никак от нас не зависят. Скорее всего, многие из них переориентировались на российские курорты. Кто-то едет в Крым, ну и так далее. Карловы Вары имеют репутацию самого русского города Чехии. Роскошный курорт давно уже сделал ставку на состоятельных туристов из России. Но из-за экономического кризиса и падения рубля лечиться за границей россиянам стало дорого. По мнению некоторых туроператоров, свою роль в увеличении оттока туристов в Чехии сыграло и ограничение выезда за границу для российских госслужащих. Ну, господин Владимир Путин должен немножко снизить курс валюты. Поэтому тяжеловато сейчас с русскими работой. Знаменитый карловарский гранд-отель Пуп. В списке гостей имена мировых знаменитостей от Баха и Бетховена до Фрейда, Кавки и современных голливудских звезд. Отдыхать здесь любили и россияне. Под потребности элитной публики отель немало инвестировал. Однако последний год гостиницы переживают тяжелые времена. Количество туристов сократилось на 40%. Управляющие не знают, как окупить недавно построенный спа-центр. С похожими проблемами в Карловых Варах сталкиваются многие гостиницы. В Карловы Вары приезжают гости из Азербайджана и Казахстана, туристы из России. Но их немного. Вполне может случиться так, что многие не смогут пережить этот тяжелый период оттока туристов. В условиях нового времени работники туристической отрасли перестали рассчитывать на клиентов из России и бывшего СССР. Теперь карловы Вары делают ставку на Израиль и Китай. Чтобы привлечь новых туристов, город уже начал рекламную кампанию. День спустя, после крушения рыболовецкого траулера в Охотском море, следствие рассматривает порядка 10 версий катастрофы. Тему продолжим в новостном обзоре. В Минобороны России опровергли информацию о том, что причиной крушения траулера «Дальний Восток» в Охотском море могло стать столкновение с подводной лодкой. По версии следствия, судно затонуло из-за столкновения с каким-то препятствием. На его борту находились 132 моряка. 63 члена экипажа спасены. 56 человек погибли. До сих пор идут поиски 13 моряков, пропавших без вести. По меньшей мере 147 человек погибли в результате нападения сомалийских исламистов группировки «Аш-Шабаб» на университет в кенийском городе Гориса. Еще около 80 студентов ранены. Исламисты обосновали нападение тем, что Кения участвует в международной военной операции в Сомали. Освобождение заложников длилось более 12 часов. Все четверо исламистов были убиты. Власти Крыма заявили о создании новой крымско-татарской телерадиокомпании. Вместо популярного канала АТР, который был вынужден прекратить вещание. Роскомнадзор отказал телеканалу выдачи российской лицензии. Католики и протестанты всего мира готовятся к главному христианскому празднику – Пасхе. В Страстную пятницу тысячи верующих приехали в Рим на богослужение. В Германии Пасха – это самый любимый праздник после Рождества. Пасхальные каникулы принято проводить с семьей. Красить яйца, дарить сладости и подарки. Отмечать Пасху католики и протестанты всего мира будут в это воскресенье, 5 апреля. А главный праздник православного календаря в этом году отпразднуют неделей позже, 12-го. За последними событиями в мире следите на нашем сайте, а «Геофактор» расскажет о них уже в понедельник. Я желаю вам хороших выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова